262 миллиона рублей – такова задолженность управляющих организаций за коммунальные услуги – теплом, электроэнергию и водоснабжением. Дорожную карту по взысканию долгов обсудили на оперативном совещании в администрации округа. В красной зоне задолженностью более 7 миллионов рублей находится 13 управляющих организаций. Очень много вопросов поступает о том, почему компания продолжает работать на рынке, имея годами на багажные задолженности перед энерго-ресурсниками. Причем, если посмотреть, то долги населения перед ними не в таком размере. Здесь, конечно, большое внимание должны уделить не только службы судебных приставов, но и правоохранительные органы. Задолженность населения перед ресурсниками сократилась с начала года на 20% до 366 миллионов рублей. В отношении неплательщиков администрация ведет претензионную работу. В суды по долгам населения с начала года направлено более 6 тысяч исков на сумму почти 80 миллионов рублей. Сумма средств взысканных уже за этот период с 1 января по 30 сентября составляет 55,4 миллиона рублей. Наша задача, чтобы все управляющие организации передали дебюторскую задолженность для работы в Мособл-Еирц. После проведения претензионной работы договорные отношения с Мособл-Еирц заключили управляющие компании ДЭС ЖКО, ЕДС Щелково, Сервисград и УК «Каскад» на подписание договора еще с шестью организациями. На оперативном совещании рассмотрели вопросы о демонтаже рекламных конструкций, срок действия эксплуатации которых истек. Так, в этом году было всего 313 конструкций, на сегодняшний момент легально по действующим документам установлены 69, остальные должны быть демонтированы. В первую очередь обращают внимание на так называемые вылетные магистрали. На месте старой рекламы появится новая, стоимость размещения которой будет определена по результатам открытых аукционов. Первая состоится в этом году. В текущем году заканчивается большое количество договоров на размещение отдельно стоящих конструкций формата 3х6. Для чего ведется эта работа? Демонтаж необходим нам для того, чтобы очистить места, в которые включены в нашу новую схему, для проведения аукциона на размещение рекламных конструкций на территории городского округа Щелково. Служба озеленения и благоустройства постоянно удаляет рекламный мусор с заборов, ограждений, столбов освещения, автобусных павильонов, портящие архитектурный облик, признанные бегущие строки, баннеры и конструкции, не получившие согласования на размещение. Михаил Налетов, Сергей Максимов, Щелковское телевидение.